О развитии арктического макрорегиона говорили в эти дни в столице Поморье. Там прошла международная конференция с участием иностранных представителей и глав арктических субъектов. Участие в форуме принял и губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин. На международной конференции обеспечения безопасности и устойчивого развития арктического региона, сохранения экосистемы и традиционного образа жизни коренного населения Арктики губернаторы арктических регионов Игорь Орлов, Игорь Кошин и Вячеслав Гайзер озвучили свое видение социальной и экономической активности власти для поддержки коренных малочисленных народов Севера. Развитие и поддержка коренных малочисленных народов возможно в... Ну, первое, безусловно, это, конечно, экономическая составляющая. И мы меняем механизм субсидирования от основного вида деятельности, от оленеводства. Причем мы отчетливо отдаем себе... Мы понимаем, что оленеводство – это не бизнес, это не производство. Это, в первую очередь, конечно, образ жизни, но в то же время мы мотивируем жителей тундры, оленеводов, на конечный результат. И вторая составляющая – это современные технологии, без которых сегодня невозможно даже жить даже в тундре. Мы сегодня прорабатываем вопросы и в следующие годы мы запустим проект кочевой школы. Идею создания сети кочевых и других специфических моделей детских садов и школ в местах традиционного проживания и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера планируется начать реализовывать с 2016 года. Пилотный проект может быть запущен в Нинецкой общине Канин. На сегодняшний день в общине вместе с родителями проживает 38 детей дошкольного возраста.